Добрый день! Сегодня представляю вам новую прошивку для платы, которая вставляется в PR200. Именно она называется e-mail PR200. Данная плата по аналогии с отправкой SMS, но она отправляет сообщение на почту, на e-mail. В настройках на главной странице задается имя сети, пароль сети. Дальше stmp можно выбрать либо mail группу, либо яндекс, либо gmail. В зависимости от этого мы пишем. В данном случае smtpmail.ru выбрал. То есть с этим почтовым агентом работаем. Дальше пишется почта отправителя. Она общая. Пароль от почты и тема сообщения. Затем выбирается, задается, можно настроить индивидуально каждое сообщение. Сейчас я покажу как это делается. Вот здесь у нас, видите, e-mail. 1, 2, 3. Можно до 8 штук их выбрать. Сейчас я просто не вижу, где у нас... Сейчас я уберу телефон, а то он у меня клавиши заблокировал. Вот. Вот нажимаем e-mail. Так. Значит, надо авторизироваться. Так. Это мы задали. Так. Переходим на первую страницу. Секунду. Где у нас первая страница? Вот она. И на первой странице мы видим. Сдается получатель. Может быть, в каждом смс, в каждом e-mail. Может быть, разный быть или один и тот же. Само текст сообщения, какое вам нужно отправить. И если нужен какой-то регистр, прикрепить данных, то также задается, ставится чекбокс, крыжечек. Сохранить и так далее. Вот. Давайте сейчас попробуем и отправлять разные e-mail. В качестве PR200 я сейчас пока, мне так удобнее, эмулирую с помощью планшета, смартфончика. К нему через конвертер USB UART подсоединил. Через разъемное соединение. Это просто, так сказать, клеем приклеил выводы. А так это разъемчик снимается и вставляется в плату. И вот такая прошивочка. Мы сейчас будем отправлять. Значит, в первом регистре, вот здесь мы задаем, это фактически номер отправляемой смски. Ясно, что он может только вынуть от 1 до 8. И после того, как его отправили, нужно сбросить это число на 0, чтобы он может был в следующий раз отправлять. Вот сейчас в данном случае у меня 1. Давайте я его сброшу на 0 значение, задам. На 0. И потом я опять же, сейчас, секундочку, не промахнулся. Задать 0. Готово. Вот 0. И теперь какое-нибудь новое значение давайте зададим, чтобы было видно, что они меняются. 88. Готово. Вот мы задание. И теперь мы говорим отправить смс по первому каналу. То есть первое смс отправить. Готово. И ждем почту. Вот сейчас мы перейдем на почту. Вот. У нас же их приходило много очень уже смс. Вот. Было 77. И сообщение. Все они пришли. И вот 88 пришло сообщение. То есть текст сообщения и значение регистра, которое мы задали. Вот здесь производительный я отправлял уже. Вот куча этих значений регистра менял. А так в данном случае это вместо смартфона будет штатный планшет, работающий в режиме мастера. И он по любому условию, событию должен сформировать какой-то код ошибки, если это диагностические сообщения. Ну только одновременно, только один код. Отправить его по адресу, нулевому адресу устройства. И email заданный, заранее заданный, будет доставлен по нужному адресату. И причем можно еще прицепить к этому смску меняющуюся переменную. То есть какие-то значения в резерегистра. Вот на этом все. Вот такая вот новая прошивочка готовится, тестируется. Для PR200 платы интерфейсной. То есть теперь она может работать как... Одна из прошивок работает в режиме моста. Причем локального и удаленного. Значит дальше мы показали вам, что она может работать как... С отправкой смс. И теперь вот третья прошивка. Это для отправки сообщений на email, на электронную почту. На этом все. Спасибо. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова